Так, господа, начинаем ежедневный обзор нашего доллар-рубля. Ну, смотрите, как я вам, в принципе, вчера и сказал, что самое основное событие произошло, конечно же, сегодня. И, в принципе, все как бы его ждали. Это вышли данные по инфляции в США. Они, господа, то есть индекс потребительских цен, показали, что на самом деле снижается инфляция и достаточно серьезно. И то есть индекс потребительских цен пошел вниз. Более того, господа, пособия показали рост. То есть, опять же, для экономики плохо, но для ФРС это было хорошо. И, кстати, бюджет США, господа, показал на самом деле сокращение его дефицита, что тоже, безусловно, сыграло огромную роль. Что произошло? Как мы видим, сразу у нас доллар-рубль пошел рубль на укрепление. 60-50. Помните, я вам вчера говорил, что мы можем прийти на 60-50. Вот, смотрите, цели четко отработали. И вот здесь уже поддержка. Можем туда прийти. Но, опять же, еще было одно условие, я вам говорил, по поводу победы республиканцев. Ну, и надо признать, что сегодня тоже все-таки по выборам, с точки зрения палаты представителей, практически признали, я так понял, уже победу республиканцев. Конечно, там еще какие-то нюансы, как говорится, еще ожидаются. Но вот эти все параметры, которые вышли на фоне вот этой вот, собственно говоря, победы республиканцев, ну, скажем так, по крайней мере, условно начальной, да, то тогда уже данные, вышившие непосредственно по инфляции, по пособиям, по безработице, по бюджету, однозначно дали понять, собственно говоря, что у ФРС есть вероятность дальнейшего неповышения ставок или повышать гораздо медленнее и меньшими, скажем так, шагами, да. Что мы увидели сразу здесь по коридору? Мы увидели, что 61 мы в итоге не удержали, хотя вчера мы очень упорно держали и ушли на 60.50. Надо вот сказать, что завтра у нас, господа, еще очень важное событие. Вот оно у меня здесь обозначено как потребление в США. На самом деле там еще будет прежде всего прогноз от Мичиганского института инфляции на будущее. И вот это, господа, будет последнее событие на этой неделе, которое очень сильно может повлиять на дальнейшее, собственно говоря, укрепление по рублю, да, или наоборот, соответственно, откат по доллару и тогда, возможно, выход за 61. Потому что, в принципе, вот это последнее событие и определит политику непосредственно до декабря. Ну, давайте сразу посмотрим, как, собственно говоря, была реакция сразу облигаций. Обратите внимание, они просто с 4.6, конкретно двухлетки, пробили сразу коридоры, как и, собственно говоря, основной, так и локальный, который уже был направлен вниз, да, и вышли, в принципе, в зону 4.33. Десятилетки, смотрите, тоже мгновенно произошло падение, пробили 4.10 и ушли в район 3.82, то есть даже покинули зону 4%. То есть тут понятно абсолютно, что реакция была просто молниеносная. И я хочу сказать, мы, например, ввели, собственно говоря, в прямом эфире в другом канале, да, YouTube, про который я вам тоже говорил. Если в Telegram-канале подписываешься, узнаете непосредственно, как туда попасть. И смотрите, и мы прямо в прямом эфире, в утренней сессии увидели, увидели, не могу вам не показать, как американский рынок просто мгновенно выстрелил, просто мгновенно выстрелил, как только вышли данные по потреблению, да, мы сразу достигли 3.880. Дальше уже начинали подходить данные непосредственно по, по соми по безработице, они тоже, соответственно, начали толкать рынок еще выше, потом выступили несколько ФРСников, еще рынок пошел выше, и в итоге мы видим, что закрываемся мы на 3.950, там сильное сопротивление, если в другом графике вам показать, то вы увидите, но он просто будет сильно перегроможен, поэтому я не стал этого делать, но в целом 3.950, там сильное сопротивление, и 3.920 было сильное сопротивление, поэтому S&P, скорее всего, будет как минимум закрепляться на 3.920. Нельзя было, как говорится, проигнорировать этот факт, просто чтобы вам показать, насколько на самом деле сильная была реакция на эти события, то есть если мы на доллар-рубль видим достаточно такое не сильное движение, то есть буквально в рамках той же продолжения укрепления коррекции, 60-50, то, конечно, по непосредственно S&P 500 американскому рынку, тут видно реакцию просто сумасшедшая, смотрим даже, смотрите, что происходило с индексом доллара, вот, кстати, почему мы видим это укрепление по доллар-рублю, видите, насколько сильно просил сразу индекс доллара, и смотрите, он продолжает падать, видите, продолжает падать, потому что на самом деле, помните, да, вчера я вам говорил, что мы защитили 110 уровень, но как только вышли данные по непосредственной инфляции и, соответственно, по сумме по безработице, он мгновенно их пробил, мгновенно, это вот как раз тот факт, почему я вам всегда говорю, что все события взаимосвязаны, почему я вам всегда говорю по поводу того, что надо понимать механизм, как что работает, и я вам вчера, в принципе, все это заранее рассказал, я вам сказал, что если республиканцы победят, и если инфляция в США начнет снижаться, а пособие расти по безработице, бюджет, соответственно, покажет либо профицит, либо как минимум сокращение дефицита, то, естественно, мы пойдем на укрепление по рублю в район 60-50, ровно так оно и произошло. Если бы победили демократы, и, ну, даже сейчас уже по поводу демократов, я думаю, что не так это имело большое значение, сколько, конечно, данные по инфляции, если бы она сейчас показала рост, пособия показали бы сокращение, бюджет показал еще больше дефицит, то, конечно же, мы пошли бы сразу на 62-50 и 63-50. По нефти, кстати, господа, в принципе, как я вам говорил, предупреждал, показывал на этом графике, что есть 93 сильная поддержка, и что шансы, то, что мы все-таки уйдем на 90-92, будет достаточно все-таки сложнее, чем удержать 92-94. Так оно и произошло. Вот видите, тоже, в принципе, нефть начала постепенно от 92 отскакивать в сторону 94. Все ровно то, что я вам вчера говорил. Так что все механизмы работают. Еще раз говорю, на следующей неделе, вернее, не на следующей неделе, на завтрашний день надо учесть, что на американском рынке там будет выходной, там день ветеранов, у них праздник, они не будут торговать. А российский рынок торговаться будет, и плюс, соответственно, доллар-рубль мы завтра тоже можем увидеть еще динамику. Если завтра еще Мичиганский институт всех порадует и в итоге покажет, что потребительская инфляция на будущее тоже в прогнозах на снижение, то еще может продолжаться укрепление по доллар-рублю. Ну, я думаю, что ниже 60 мы, наверное, не уйдем, либо вообще оставимся все-таки в рамках 60-50, потому что я думаю, что основной все равно возврат будет за 61, за 61-50, ну, максимум, то есть уже 62-50-63 пока отходит в сторону, потому что, ну, как бы вероятность повышения ставок снижается, господа, это надо четко понимать, и рынок – это динамическая структура, поэтому тут каждый раз новые события, почему мы их отслеживаем, они, как говорится, имеют огромное значение. Вот, собственно говоря, на этом, господа, я, наверное, закончу. Еще раз говорю, завтра будет еще тоже важное событие. Не думаю, что будет очень сильное, как бы, воздействие, но все будет зависеть от того, как они покажут. Если все-таки покажут, что, как бы, прогнозируется повышение инфляции, то реакция может быть очень достаточно сильная с точки зрения, например, американского рынка, может быть, резкий откат, да, но его просто завтра они торговать не будут, отыгрывать будет в понедельник уже, а непосредственно по доллару-рублю может быть просто возврат за 61, 61,50. Выход на 62,50 будет маловероятен, просто, скорее всего, восстановим коридор за 61. А если все-таки покажет, что снижается, то вероятность продолжения падения доллара к 60 вполне может продолжиться. На этом, господа, заканчиваю. Еще раз напоминаю, кто интересуется не только долларом-рублем, а непосредственно вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш Телеграм-канал Трейдер Клаб, Трейд Аналитикс, ну и, собственно говоря, участвуйте, кстати, там тоже в прямых эфирах, вот как раз сможете тогда воочию увидеть, как мы разбираем все финансовые инструменты и даже поучаствуем в наших дискуссиях. Напоминаю, завтрашний день у нас будет подведение итогов, в пятницу я записываю последний выпуск на этой неделе, а нет, еще будет воскресенье, в пятницу мы подведем итоги. Как видите, колоссально за эту неделю поменялся курс, да, то есть все-таки сильные были движения, со 62.50 мы практически ушли на 60.50. И все это, господа, всего лишь из-за вот этих вот событий, да. Не обратите внимание, никакие там центробанки и так далее, да, то, что там Набибулина говорит или еще что-то, чисто макроэкономика, господа. Так вот, в пятницу подведем итоги, а в воскресенье будет новый обзор новой недели, опять будем прогнозировать курс доллар-рубля на тех событиях, которые, соответственно, нас ждут впереди. Неделя будет тоже, господа, достаточно интересная, скорее всего, конечно, все готовятся уже к новогоднему ралли по рынкам, потому что все-таки все хотят видеть позитив, так что событий будет много, реакции будут достаточно серьезные. Но основные такие сильные события, безусловно, уже прошли у нас на этой неделе. Это выборы в Конгресс, ну и, соответственно, данные по инфляции, они тоже уже отыграны, дальше будем смотреть, будет еще следующий отчет впереди, но это уже не ближайшее время. На этом, господа, еще раз говорю, заканчиваем. Еще раз повторяю, подписывайтесь, следите за нами и будьте в курсе.